Здравствуйте, дамы и господа! Всю поэзию можно условно разделить на три группы. Пласт очень плохих стихотворений, пласт неплохих, хороших стихотворений и пласт шедевральных поэтических произведений с глубокой мыслью, будоражащих сознание. Один из таких хедлайнеров русской поэзии, в общем и творчества Сергея Александровича в частности, я сегодня постараюсь исполнить для вас. Исполнение этого стихотворения я посвящаю памяти взаимоотношений автора с его первой супругой, Зинаидой Райх, а также той короткой части моей жизни, главной героиней которой была Дина Александровна. Давно это было. Вы помните? Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили в упаковке, и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел катится дальше. Вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище лицком я был, как лошадь, заднанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном буре и быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. Когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, земля-корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой слабой, в прямую гущу бурь и в юг ее направил величаво. Но кто ж из нас на палубь большая не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело, знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб не страдая ни о ком себя сгубить. В угаре пьяном, любимая, я мучил вас, у вас была доска в глазах устала, что я пред вами напоказ себя растрачивал в скандалах, но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре и быте, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую мысль по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я, в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был, и что со мной осталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скручи, теперь в российской стороне я самый яростный попутчик, я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше, за знамя вольности и светлого труда готов утихать до ла-манша. Простите меня, я знаю, вы не та, живете вы серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята, и сам я вам, ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, под кущей обновленной сень, с приветствием, воспомняющей всегда, знакомый вам когда-то Ни Есенин.